Сегодня у нас в гостях Дмитрий Сергеевич Горбунов, доктор физико-математических наук, член-корреспондент Российской Академии Наук, профессор Российской Академии Наук, главный научный сотрудник Института ядерных исследований Российской Академии Наук и профессор кафедры физики частиц и космологии физфака МГУ. Здравствуйте! Здравствуйте! Дмитрий, скажите, я сейчас слушал вашу лекцию, и вы рассказывали об элементарных частицах. Насколько я понимаю, существуют самые простые, это кварки, то есть на данный момент известные. Смотрите, я бы сказал так. Во-первых, элементарные частицы – это объект, у которого мы не видим внутреннюю структуру, это определение. И в этом смысле внутреннюю структуру ни у какой из элементарных частиц мы не видим. Но самые простые, наверное, можно было бы сказать, что это частицы, которые участвуют в минимальном количестве фундаментальных взаимодействий. И с этой точки зрения самые простые – это тогда, наверное, такие частицы, как фотоны нейтрины. Потому что нейтрины участвуют, например, только в слабых процессах. А если говорить про кварки, они участвуют и в сильных процессах, и в слабых процессах, и в электромагнитных процессах. Поэтому, наверное, они самые сложные. Интересно. А если ученые смогут проникнуть в структуру и фактически расщепить элементарные частицы, то что это дает науке? Ну, смотрите. Мы как бы смотрим на микромир с точки зрения такой практической, что ли. Вот у нас с вами вещество. Мы в вещество пытаемся залезть, выясняем, что вещество, вроде так оно у нас такое плотненькое, однородное, но начинаем как бы разглядывать его под микроскопом, выясняется, что это не совсем так. Там у нас есть какая-то решетка кристаллическая. Вот у вас стоят атомы, между ними большое вполне расстояние. Теперь мы залезаем в атом. В атоме у вас есть отдельные электроны, есть ядро. Залезаем в ядро. В ядре у нас следующие структуры, протоны, нейтроны. В них мы залезли. Там у нас кварки и глионы. И вот по такой логике, то, что вы говорите о расщеплении, это понять структуру, как устроена структура вот этих более элементарных для сегодняшней точки зрения объектов, это кварков и глионов, или, например, электронов. Мы пытаемся изучить эту структуру, и пока сегодня не видим эту структуру. Может так оказаться, что мы когда-нибудь ее увидим, а может оказаться, что они так и есть безструктурные. Это элементарные частицы действительно. Когда-то раньше мы не видели структуру атома. Еще раньше мы, потом мы не видели структуру ядра. Для нас они были как бы, ну вот, безструктурные. Потом мы провели опыт и поняли, что они структурные, что они состоят из разных кирпичиков. А с чем вот связано то, что мы можем углубляться внутрь, да, то есть на новый уровень? Так устроен наш мир. Ну вот, почему это так, мы не знаем. Это экспериментальный как бы факт, да. То есть это происходит случайно очень часто? Нет. Не случайно? Нет, 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 подождите. Нету здесь эффекта случайности? Нет, нет, нет. Ну вот, наш мир устроен таким образом, да. Можно ли бы устроить мир по-другому? Такой вопрос себе задать можно. И тогда, если вы построите немножко другой мир, да, то можно обсуждать эффект случайности в том, что мы с вами оказались конкретно в этом мире. А стандартный пример, который люди используют, это, например, ну вот протон и нейтрон. Так оказалось, что протон имеет несколько меньшую массу, чем нейтрон. И за счет слабых процессов нейтрон распадается в протон. Сам по себе нейтрон нестабильный, да. Представим себе, что было бы все наоборот. Они отличаются по массам на очень небольшую величину. Там 10-3 от массы, да, ну совсем небольшая. Но представим себе, что было бы все по-другому, наоборот было бы. Сначала бы у вас был бы потяжелее протон, а нейтрон был бы полегче. Тогда бы за счет такого же процесса протон уже распадался бы в нейтрон и так далее. Но в таком мире у нас бы с вами не было свободной, стабильной, заряженной частицы, да, протона. Ну и тогда, наверное, у нас не было бы с вами вот просто водорода. А значит, не было бы гелия и других всех этих элементов, а мы из них с вами все состоим. Поэтому можно обсуждать, как бы мог выглядеть такой мир, но он бы существенно отличался от нашего. Вот в этом смысле элемент случайности, да, если вы считаете, что масса протона случайным образом оказалась меньше массы нейтрона, то есть элемент случайности. И его можно интерпретировать тогда с такой антропной точки зрения. Благодаря этому мы с вами существуем. Было бы по-другому, мы бы с вами не существовали, не задавали бы такие вопросы. Спасибо. А вот скажите, я читал, что в сфере ваших научных интересов это поиск отклонений от стандартной модели, так называемой. Вы можете, пожалуйста, рассказать простым языком, что такое стандартная модель сама по себе и в чем заключается именно этот поиск отклонений? Вы пытаетесь как-то ее опровергнуть или наоборот развить? Смотрите, все построение физических знаний об этом мире у нас, оно, как правило, не выглядит как отвержение предыдущих принципов. Начиная с Галилея Ньютона, это выглядит как обобщение. Специальная теория относительности не отвергает Галилея, она обобщает его. При скоростях, которые существенно выше, чем скорости, которые были доступны Галилею, несколько по-другому модифицирует закон сложения скоростей. Точно так же квантовая механика, она не отвергает классическую. Она ее обобщает на ситуацию, когда вы заходите в очень маленькие расстояния или эффективное ситуацию, когда у вас очень мало частиц участвует в процессе. В этом смысле мы не отвергаем, мы обобщаем. Мы обобщаем эту теорию на условия, при которых раньше мы не могли проводить некие опыты и эксперименты. Мы не могли на таких маленьких расстояниях измерять тот или иной закон. Теперь мы можем, и вдруг выяснилось, что его нужно немножечко модифицировать. Вот таким-то и таким-то образом мы понимаем. И дальше уже с учетом этой модификации, дальше начинаем изучать физику, двигаясь такими последовательными шагами. Теория, эксперимент, теория, эксперимент. Физика элементарных частиц, как таковая стандартная модель, это модель, которая описывает частицы элементарные, которые мы сегодня знаем, и фундаментальные взаимодействия между ними. Эта модель замечательным образом работает и описывает нам процессы, которые мы видим. Но есть некие явления, которые мы не можем описать в рамках этой модели. Ну, стандартные процессы, за которые уже дали Нобелевские премии, то есть они уверенно подтвержденные явления, это так называемые нейтринные осцилляции. Переходы нейтрина одного типа в другой тип. За это дали несколько Нобелевских премий. В рамках стандартной модели такой процесс невозможен. В рамках стандартной модели, значит, технически это выглядит так, что в рамках стандартной модели нейтрины у вас безмассовые и переход между ними невозможен. Асселяция это как биение, я не знаю, у вас если бывают в потоке присутствуют разные частоты, у вас, возможно, переход, такие биения интересные. Вот здесь вот похожая вещь, чтобы такое было, вам нужно, чтобы были разные массы. А в стандартной модели массы вообще отсутствуют, как таковое, при ее построении. Соответственно, вы наблюдаете явление, говорите, что должны быть массы, как эти массы ввести, вы не знаете. Существуют для этого, люди, конечно, понимают, значит, нужно обобщать стандартную модель, и разные обобщения бывают. То есть вы предлагаете такую физику, такую физику, новую физику, это то, что я говорю. Эта новая физика, соответственно, должна вам объяснять вот эти явления нейтринной асселяции, давать нейтринам массы и согласовываться с этими наблюдениями, которые у нас есть, о нейтринных асселяциях. А там есть масса, нейтрин, смешивание их между собой, там есть несколько параметров. Это на самом деле очень много информации. Это много информации. Вот у меня есть вопрос касается того, вот если человек впервые подходит к этому, с чего бы вы посоветовали ему начать вообще изучение элементарных частиц, может быть, квантовой механики? Впервые подходит, вы имеете в виду, с научной точки зрения? Ну, может быть, да. Или, допустим, если человек не столько хочет профессионально себя реализовывать в физике, может быть, но он хочет понимать, как устроен мир вокруг него, как взаимодействовать с собой частицы. Вот что бы вы посоветовали? Нет, ну, есть научно-популярная литература, да, есть журналы, там, я не знаю, аналоги, там, наука жизни или сайенс, да, в которых вы вполне можете, как бы, получить информацию, там есть хорошие обзоры. Кроме того, если вы более, ну, как бы, немножко, все-таки, там, образован, например, в физике, но не обязательно в элементарных частицах, физике элементарных частиц, тогда есть, например, обзорные научные такие журналы, типа, там, успехов физических наук, в которых вполне есть научно-популярные статьи. Ну, и на самом деле, в подавляющем большинстве случаев какие-нибудь статьи в интернете, например, на Википедии, они, как правило, совершенно правильные. Я знаю, что вы являетесь автором двухтонной монографии, правильно? А, по космологии, да. Да, по космологии, и вот насколько должен быть подготовлен читатель, если он хочет, допустим, ознакомиться с вашим трудом? Понимаете, вопрос, насколько глубоко вы хотите что-то понять. Вот, например, если вы вспомните курс физики, как он был в школе, там сначала была такая, один год какой-то такой общей физики, там что-то, потом было, мы еще раз изучали эту физику, да, на следующем уровне, на другом уже. Потом третий раз, потом, если говорить в университетах, даже физических специализированных факультетах, физическом факультете МГУ, например, там сначала у вас идет два года, так сказать, курс такой, как бы общей физики, а потом там теоретическая физика идет. Вы изучаете все то же самое, но просто на другом уровне. И точно так же к любой такой уже, как бы, вполне конкретной научной области, если вы хотите ее понять на том уровне, на котором современная физика ее понимает, то вам, чтобы до этого дойти, нужно сначала последовательно, сначала на одном уровне, потом на другом. Ну, грубо говоря, вы должны, чтобы понимать специальную теорию относительности, вам нужно сначала изучить обычную механику, чтобы понять, в чем ее проблема, чтобы вам от нее нужно было, ее нужно обобщать было. Это последовательно. Поэтапно. Об этом понятие, и ваша конкретная область, вы понимаете ее место вот в этой общей, так сказать, структуре естествознания. Не хочется прям вас прерывать, но мне подсказывают, что мало времени уже у нас. Расскажите, вот последнее, вот вы сегодня здесь на фестивале, что вам больше всего, может быть, понравилось, может, успели что-то посмотреть? Ой, я на самом деле не особенно, что успел посмотреть. Не успели? Поэтому, вот надеюсь, сейчас я это свое любопытство смогу удовлетворить. Спасибо большое. У нас в студии был Дмитрий Сергеевич Горбунов, член-корреспондент Российской Академии Наук и профессор физико-математических наук. Вот. На этом все. Спасибо.